Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмилы, с вами я и автор программы Артур Адзиатурин. Сегодня у нас вышли очень важные данные по европейской экономике, немного мы недооценивали масштаб восстановления экономики, так как там вводили повторный локдаун и казалось, что был нанесен непоправимый удар по настроениям инвесторов, по делам и климату, но казалось не так. Вот у нас сегодня появились следующие данные по Франции, по Германии, по Италии, еще по ряду стран европейских экономик, мы с вами разбираем три основные страны, это крупные экономики, они достаточно репрезентативные, показывают, что действительно творится в еврозоне. Мы видим, что индексы активности как в производственном секторе, так и в сфере СУК, они начали постепенно демонстрировать восстановление, которое, кстати, превысило прогнозы. По еврозоне в целом мы также видим экспансию, композитный индекс от маркет вырос до 53,2%, что касается сферы СУК, естественно, она чуть слабее, там еще социальные ограничения действуют, но она также начала постепенно оживляться, также начала восстанавливаться. Это не может не радовать европейских инвесторов, потому что в евро было заложено очень много рисков, прям куча рисков была заложена, которая связана с тем, что локдауны продлевают, делой климат оказался под ударом, не собирается увеличивать инвестиции фирмы, настроения у них ухудшились, в общем, вот такая вот обстановка превалировала. Но, как оказалось, появились признаки подъема уже сейчас, когда еще ограничения не были ослаблены окончательно, и, понятное дело, это произошло смена у нас настроения, в частности, это коснулось и евро, европейской валюты. Сравнивая, естественно, с США, вот эти данные, это незначительное улучшение, на самом деле, потому что в прошлом обзоре я разбирал, это у нас индекс активности в сфере услуг, вот ICM, да, очень известный, очень известный индекс, который рассчитывает вот эта организация, ICM, к ней все прислушиваются, данные, которые она собирает и обрабатывает, оно это делает с хорошей высокой точностью, позволяет, а предсказывать, собственно, вот эти динамика индексов, которые она рассчитывает, позволяет вот краткосрочно предсказывать, куда вообще движется экономика, да, происходит экспансия или происходит замедление экспансии, или мы переходим к спаду и так далее. И, собственно, вот этот индекс по сфере услуг, данные показали, что вот он у нас подскочил на исторический максимум, там 60, почти 64 пункта. Был этот индекс в марте, это у нас ситуация по американской экономике, в частности, там компонент новых заказов, это лидирующий индикатор, который входит, на основе которого рассчитывается данный индекс, который позволяет предсказывать, что будет в следующем месяце по общему индексу. То есть, если компонент новых заказов вырос, это означает, что активность в следующем месяце или в ближайших нескольких следующих месяцах, она за счет этого роста новых заказов, она будет поддерживаться, она будет подпитываться. И там новые заказы, что-то 68 пунктов, что ли, вот что-то под такое вот значение. И напомню, 50 пунктов, это у нас это разделительная черта, которая разделяет между экспансией и между сжатием, между замедлением экономической активности. 68 это очень высоко, это очень много, это говорит о том, что там полным ходом идет ослабление локдауна. И широкий индекс, как видим, он подскочил у нас до нового рекорда. Поэтому мы говорим о том, что по сравнению с еврозоной ситуация в США, их темпы восстановления, они даже вот рядом не стояли. Там очень сильно все происходит. Но, но, мартовская статистика по еврозоне, пусть даже вот здесь она и скромная, не такая сильная, она позволяет сейчас пересмотреть вообще вот худшие сценарии, или вот ряд каких-то худших сценарий для ЕС есть, да там продлевает локдауны, активность не восстанавливается, позволяет как бы уже отбросить вот эти худшие сценарии. И для евро, естественно, для европейской валюты, для европейских активов это положительные, позитивные новости. Собственно, по индексу доллара мы видим следующую ситуацию, вот на фоне выхода данных, еще там фактор один сыгран, мы сейчас с ним разберем, он у нас вот пробивает, уходит ниже, получается, на тонком рынке, да, Пасха у нас, праздники, на тонком рынке пробивает, уходит ниже вот этого трендового канала основного, который у нас тянется с марта, даже может быть чуть-чуть раньше получается. Он у нас тянется, он у нас ввел, получается, повышение индекса доллара, и вот здесь мы видим, что был бойкий рост, коррекция тем уже рост не такой как бы сильный, растянут более по времени здесь. Ну и вот тут мы перешли снижение, которое вот закончилось тем, что мы пробили нижнюю границу этого трендового канала. Естественно, прежние темпы роста доллара, они как бы сейчас находятся под вопросом. В целом базовый сценарий у нас остается на то, что будет продолжаться у нас укрепление доллара, но вот мы должны, наверное, походить где-то вот здесь вот какое-то время перед тем, как куда-то дальше вверх двинуться. Также против доллара сыграл рост спроса на дальние трежерис, тоже фактор, который влияет на стоимость американской валюты. Ну почему? Потому что когда у нас растет спрос на банды, у нас получается падает спрос на валюту, на национальную валюту, потому что продают валюту, входят, покупают облигации, спрос предложения, да, вот это как бы работает вот таким вот образом. Рынок очень большой трежерис, и поэтому когда у нас там мы видим изменение в доходности облигаций, которые как раз говорят о том, падает ли цена или понижается, да, если когда у нас падает доходность, то есть у нас растет цена облигаций. И наоборот, когда у нас растет, получается, вот эта доходность, этот показатель, да, о котором все говорят и мы с вами говорим. Мы говорим о том, что у нас цена банда, она, цена облигаций, она снижается. Собственно, мы видим вот здесь, если мы перейдем на чуть больший таймфрейм, мы видим вот здесь более-менее начавшуюся такую основательную коррекцию, да, которая здесь была. Вот здесь мы видим также снижение. Был у нас исторический пик 30 марта 1,774. Мы достигли, это, кстати, максимум из прошлого года, там вот прям, если посмотрите, видно, что он прям отскочил прямо до того уровня. Мы, значит, перешли вниз, и когда, еще раз, если у нас падает доходность, растет цена облигаций, если растет цена облигаций, значит у нее спрос растет, инвесторы в нее вкладывают, значит падает спрос на валюту. Поэтому у нас от этого движения страдает доллар. Что, собственно, мы можем наблюдать из динамики индекса, да, тут вот так же мы видим в ближайшие дни вот эта нога снижения, она вот здесь себя реализовала. Это вот что касается зависимости между доходностью и стоимостью доллара. Но, но, нужно заметить, нужно заметить, что вот эта тенденция, которую мы сейчас с вами обсуждали, тенденция вот здесь вроде бы к снижению, да, которая появилась, на мой взгляд, это всего лишь пауза вот в этом основном тренде, который у нас есть. Ну, почему? Потому что у нас есть очень сильная трудовая статистика за март, у нас есть индекс ICM, о котором мы сейчас с вами говорили, вот этот компонент новых заказов, ожидания и так далее. Индекс потребительской мобильности в США, который сейчас достаточно так же быстро, показывает быстрое восстановление мобильности. Все это говорит о том, они все, эти, все эти данные, они наперебой вредят, что экспансия у нас в США ускоряется, что у нас еще будет там сюрпризы в данных, экономические сюрпризы. Когда у нас есть экономические сюрпризы, когда ФРС сдерживает, ну, не забирается повышать ставки, держит свою политику без изменений, у нас это все, вот побочным эффектом всего этого является ускорение инфляционных ожиданий. Сейчас мы, как бы, очень сильно выросли, понятное дело, бесконечный рост не может продолжаться, должна быть какая-то стабилизация. Но, но, так как есть еще пространство для сюрпризов в экономических данных США, я ожидаю, что дальше, дальше, ну, мы не увидим какого-то длительного здесь снижения, мы чуть походим, да, вот здесь где-нибудь, а, да, поколеблимся, постучимся сюда, может быть, ниже, да, вверх чуть пойдем в диапазоне, но мы все равно дальше перейдем вверх в рост, потому что еще не все, не все учтено из-за экономического восстановления США, не все еще учтено вот в этом показателе, в доходности долгосрочных облигаций. Вот это нужно иметь в виду. Поэтому, если мы говорим о том, что будет доходность расти, если между долларом и этим показателем есть корреляция, то, что они взаимосвязаны, мы можем говорить о том, что позитивное влияние на доллар от бандов еще о себе напомнит, но это произойдет, естественно, не сразу. Так, что еще нужно отметить? Восстановление у нас еврозонии, я это не говорю, да, достаточно синхронное. Данные показали, что у нас дивоактивность в Германии, в Италии, Испании, Ирландии, Франции, везде растет, как причем в услугах, так и в производстве. И все эти страны, они вот более, около 70% экономики еврозоны составляют. Поэтому мы говорим о том, что по еврозоне в целом наблюдается улучшение. По ожиданиям там фирм, они видят, они смотрят на США и видят, что там просто очереди собираются в сфере услуг, в компаниях, фирм, которые оказывают в сфере услуг, там у них огромный наплыв заказов, они это понимают, что они скоро с этим столкнутся. Когда более-менее начнут ограничения снимать силы, зараженные, будем так говорить, вот этим оптимизмом, они уверенно смотрят в будущее, они хотят инвестировать. И это, конечно, очень позитивный момент для европейских активов, для европейской экономики. Почему? Потому что как только осадят ограничения, скорее всего, начнется повышение найма сразу, как в США это сейчас происходит. Фирмы начнут усиленно нанимать, ожидая, что повторится история США. Будут расти доходы, будут расти потребления, в общем, запустится экономика. Поэтому все очень сейчас так чувствительно, даже вот этим таким небольшим сюрпризом в данных. Значит, сегодня у нас основной отчет, это протокол заседания ПРС, все его ждут, все хотят посмотреть, что же у нас Федеральная резервная система детально, да, вот она должна детально как бы дать понять, вот этот недавний ускорение инфляции, позитив в данных, какой-то вот дискомфорт для них как бы несет или нет. То есть сейчас мы говорим о том, как бы вот у нас есть программа клинического смягчения от ПРС, которую они запустили, когда еще все было плохо. Сейчас, когда восстанавливается экономика, причем достаточно сильными темпами, где-то должен быть предел этому денежному стимулированию, ослаблению этих финансовых условий. И все пытаются участники рынка предугадать, когда же ФРС все-таки скажет, а, ну все, как бы тут уже есть риски инфляции. А Федеральная резервная система продолжает утверждать, что как бы, да, у нас есть восстановление, но есть также и риски, есть еще подводные камни, поэтому мы не будем терапически повышать ставки или сокращать КУЕ. И поэтому, поэтому я вам хочу сказать, такой вот отличный момент. Мы должны сегодня в протоколе посмотреть, есть ли у нас по инфляции какая-то у ФРС склонность, да, дать намек, что могут быть, может быть программа клинического смягчения в ближайшем будущем, там, в пределах года, хотя бы немного сокращена. Если будет такой намек, можно будет ожидать, что у нас намного раньше вот здесь банды попрут дальше вверх, получается, это раз. И, во-вторых, доллар перейдет снова к росту. Поэтому нужно сейчас внимательно смотреть, что сейчас в протоколе скажет ФРС по поводу инфляции. Касательно евро, еще я хотел заметить, у нас есть такой момент, как слабые темпы вакцинации сейчас. И много рисков, точнее не рисков, слабая вакцинация, она учтена в евро, то, что слабые темпы вакцинации. И вот эти риски могут ликвидировать у нас именно новости, которые опровергают связь вакцины астрозеники с тромбозом, с этими побочными эффектами. Если появляются новости, которые окончательно ставят точку в этом вопросе, что есть побочные эффекты, что нужно откладывать с применением вакцины. Если ставят точку, можно говорить о том, что Европа быстренько наращивает опять снова темпы вакцинации, возвращается к заданному плану по вакцинации, возможно, даже опережает, как это сейчас в США происходит, и быстрее снимает локдауны, быстрее восстанавливается активность. Понятное дело, для евро это будет только позитив. Поэтому внимательно очень сейчас следите именно за новостями, которые связаны с тем, что будут ли европейские страны возвращать вакцину вновь в применение, несмотря на риски, которые появились. Если же наоборот они будут оттягивать это, они будут заявлять, что риски все-таки перевешивают пользу применения этой вакцины, то, конечно же, для евро это будет больше негативной новости, будет оказано негативное воздействие на евро этих новостей. С технической точки зрения, если мы техническую картину посмотрим, я вот, промахнулись мы в прошлый раз с тем, что у нас перейдет евро снова дальше снижение, у меня сработал, получается, стоп там на 1.18.10, ушел евро выше, да, но я рассчитываю все-таки на то, что обычный тренд доллар возобновится, и вот хотелось бы увидеть, чтобы евро-доллар у нас дорос вот в эту зону, пересечения до тех кривых, во-первых, наклонный канал и горизонтальный, вот здесь также, который стал у нас сопротивлением после ухода ниже. Вот если мы сюда доходим, я бы, конечно, здесь пытался зашарти. Давайте посмотрим, сможет ли евро дорасти до отсюда, ну, очень удобная зона, на самом деле, для продаж, возможно, там и новостной фон подкатит, да, постепенно к этому, давайте посмотрим, ну, вот я рассчитываю вот здесь, что вот с этой зоны, да, какие-то продажи, да, они возобновятся, подключатся и участники рынка, сработает сам этот трендовый канал, не нарушится его целостность, и сработает также этот горизонтальный уровень, зону у нас это 1.19.30, 1.19.60, вот ориентируемся, вот я думаю, на эту зону в евро-долларе, если вы все-таки придерживаетесь примерно той же позиции, того же мнения по поводу, по поводу того, что сильный доллар, он еще должен, напомню, за себе, если придерживаться такого, конечно, мнения, вот я бы вот здесь рассматривал какие-то короткие позиции, со стопом, наверное, 1.20, может быть, чуть выше, 1.20.10, да, и вот отсюда дальше что-то рассматривает. Давайте посмотрим, как дальше будут развиваться события, может быть, еще какие-то появятся новости, да, которые опровергают этот сценарий, хотя он достаточно сильный с тех точки зрения. Вот так вот у нас обстоят дела, мы с вами только евро-доллары смотрели, но, в принципе, потому что данные у нас только по европейской экономике вышли, такие, на которых можно рассуждать, вот, на этом я завершаю свой обзор на сегодня, у меня все, и если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пишите, пожалуйста, их под видео, мы с вами, конечно же, это сможем обсудить. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы хотите, мне сам интересно, увидеть новые выпуски, послушать мои рассуждения, не причаститься к обсуждению этих видео, вот. А на этом я с вами прощаюсь, всего доброго, торговый субботом.